здравствуйте дорогие мои друзья давно я не снимала такое видео и как-то раньше она у меня была постоянно каждый месяц в конце месяца я вам рассказывала какой по косметикой я весь месяц пользовалась но последнее время что-то вот у меня больше появляются влоги и про косметику я совершенно забыла и вот сегодня я решила что надо немножечко вам показать чем же я пользовалась в прошлом месяце день начинается конечно с умывания умывашка у меня все та же такая вот пеночка я ее не принесла с ванной вот про нее я забыла покажу все то что у меня сейчас вот находится здесь под руками потому что я когда просыпаюсь значит умываюсь там пью кофе прихожу в свою комнату сажусь за компьютер включаю или там загружаю или смотрю смотрю какие-то новости и начинаю делать себе макияж вот весь месяц я пользовалась вот таким вот тоником тоник с оливками мне его предложила продавец сказала что это самая самый первый тоник который начали выпускать белита ведь витекс и вот он столько лет сколько существует это фирма столько и вот этот вот тоник выпускается я попробовала мне он понравился он такой вот мягкий я не знаю как чем вообще тоники друг от друга отличаются мне кажется что они все одинаковые но вот этот вот тоник мне девочки понравился он недорогой и такой вот не липкий во всяком случае не липкий я ненавижу ли липкие средства поэтому никогда не пользуюсь никакими вот жидкими сыворотками ну вот но не могу я если я нанесла на лицо и лицо потом липкая очень очень долго утром после тоника я наносила вот этот вот крем сыворотку плотную сыворотку от эйвен это моя любимая это мой фаворит я ее очень люблю и сожалею что я заказала мало когда было с хорошей скидкой потому что вот все что у меня осталось ну еще может быть два денечка я ею попользуюсь и все больше нет а сейчас она в каталоге опять дорогая нравится она мне безумно никакой липкости лицо просто сияет можно сказать кожа такая вот слегка подтянутая конечно морщины она не удаляет не морщины мои при мне же и остаются но кожа мне после нее очень нравится я наносила и на лицо на шею но дальше уже не использовала потому что я здесь очень мало всего лишь 30 миллилитров баночки стеклянные такие в эйвен баночки очень благородные затем затем пока было тепло девочки тональными средствами я никакими не пользовалась ну вот такая вот но не люблю я тональные средства не люблю когда они мне вот мне ощущение от них как будто я маску одеваю когда жарко но теперь когда холодно уже стало то можно пользоваться и тональниками но ими я тоже пользуюсь очень легкими вот такая вот такой тональный крем биби крем он подстраивается под любой цвет кожи вообще-то он рассчитан на молодую кожу на молодежь но мне он нравится тем что я его наношу он как то сказать он не очень скрывает пигментные пятна для этого у меня еще есть карандашик он у меня так далеко из не положила себе поближе под руки я я свои пигментные пятнышки им за замазываю все таки я возьму его и покажу вам вот такой вот девочки вот такой вот серии люкс тоже от эйвен вот такой вот карандашик вот я им только пятнышки свои замажу они у меня как-то постоянное вы знаете вот после когда была беременна это же уже столько лет прошло они появились какие-то удалились эти вот остались поэтому я вот немножко немножко так на кожу наношу вот такое средство если мне хочется более плотный сделать макияж то мне нравится вот такой вот тональник здесь у меня тоже чуть-чуть осталось но пользуюсь я им не часто но если только так вот мне надо лучше немножечко выглядеть потому что если я никакие вот консилеры там корректоры эти вот под глаза я ничего не наношу я пробовала делать вот как учит делать макияж по всем правилам если только я под глаза вот это что-то нанесла у меня обязательно морщины еще больше появляется если они у меня слабо заметные то потом они у меня сильно заметные поэтому ничем таким я не пользуюсь так значит мы это сделали рисую брови рисую брови у меня карандашик мой любимый карандашик на алиэкспресс заказала наконец-то я нашла себе цвет который мне подходит который мне нравится раньше я бывала когда брови немножечко были так вот потолще я ходила в парикмахерскую просто там их красила но мне не очень нравилось что они краска у них только черная но белые волосы и черные брови вот ну брови я конечно подкрашиваю хотя не под челкой не очень видно мне больше это нравится закрытая челка если и как-то вот немножко что-то не никому это не видно а свои брови у меня но внутри волосиночки девочки три волосиночки совсем когда-то были они очень широкие и я все время их не подбревала я их выдергивала ну и довыдергивала до того что уже теперь даже и покрасить нечего так потом мы значит наносим тени наносим тени и тени у меня последнее время у меня обычно вот эти вот тени это я заказала тоже на алиэкспресс мне они очень понравились девочки они такие вот с блёсточками немного не с блёсточками а перламутровые коричневую белую в основном вот использую коричневую и белую вот этот вот цвет не мой рыжий но этот мне нравится мне на самом деле тенюшки очень хорошие они мало осыпаются очень люблю тени от faberlic вот эти вот запеченные но эту коробочку я уже сделала из двух заказывала 2 сначала одну потом другую там не подошли тени там не подошли тени я их соединила и как видите уже коричневая опять коричневой опять нету потому что как-то вот розовых их больше всего бывает розовые белые а именно вот в уголок глаза коричневые они меня почему-то уходит всегда быстрее всего не знаю может быть опять закажу вот такие но нравятся они мне что они тоже вот не очень осыпаются есть у меня еще тени с алиэкспресс большой коробочке даже не хочу показывать там я изредка в них заглядываю но не люблю я когда сыпется вот надо вот все это потом подтирать подчищать так 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 да забыла вот про тональники говорила летом я в основном кушином пользовалась если мне надо какой-то немножечко так вот нанести чуть-чуть тонн то я пользовалась кушином заказывала на алиэкспресс там он недорогой и вот эти вот съемные диски можно заказывать отдельно я уже заказывала здесь отдельно мне нравится кушин потому что нету такого сильного сильного покрытия чуть-чуть так вот себя освежил свое лицо и и прекрасно на скулы тоже заказывала на алиэкспресс и очень вот этой вот вещью я очень очень довольна мне очень нравится с удовольствием пользуюсь вообще не сыпучие вообще берешь кисточкой немножечко на скулы но цвета тоже девочки вот тоже вот два цвета как видите они у меня совершенно не использованные коричневатый белый вот светленький ну я как-то вот стараюсь очень такого не разрисовывать лицо чтобы это не бросалось слишком глаза это вот уже для видео я немножко конечно могу немножечко больше под посильнее подкраситься а когда я потому что если вот я вышла на улицу вот здесь вот свет он не дает такого вот четкого как это вот это вот эта яркость на лице она так не видна а выйдешь на свежий воздух и на улице вот я бывало сделаю макияж надо мне куда-то идти выхожу посмотрю на себя в зеркало думаю ярковато я намазюкалась вот поэтому вот больше мне нравится вот кушан и какие-то такие более легкие оттенки но тени могу немножечко так вот где-то в уголках быть коричневый черный какой-то нанести карандаши у меня карандашки очень раньше любила карандаши от иван но потом девочки попробовала я карандаши от faberlic он там называется каял и он очень мягкий точить конечно его не очень хорошо он бывает что и отламывается но сам по себе карандаш превосходный он мягкий легко на заточил тоненько моментально стрелочку нарисовал и в уголок глаза у меня вот такая вот подводка подводки эти я всегда заказываю на алиэкспресс мне нравится здесь тоненькая тоненькая кисточка прошлый раз у меня была другая но я ее уже вынесла туда где у меня пустые баночки там кисточка со временем как-то вот распушилась и последнее время но жалко было выбросить потому что она сама подводка там была кисточкой было плохо нарисовать остренькую стрелочку здесь же вот смотрите какая она чудесная не знаю как так вот так вот лучше наверное кисточка тоненькая тоненькая если вот надо такой тонюзенькую такую стрелочку к уху провести то это самое самое что на не на есть лучшая подводка тушка у меня девчонки последнее время вот такая я покупала и и она закончилась потом я ее купила опять это от белита витекс понравилась мне эта тушь раньше я как-то пользовалась эйван брала color trend и много лет я и пользовалась не меняла потом я попробовала xxl мне посоветовали тоже вроде как-то мне понравилось но последний раз я ее приобрела и она оказалась подсохшая все у меня все настроение испортилась и больше мне такой туши не захотелось и я увидела а белита витекс вот это вот новинку я ее приобрела посмотрела мне она понравилась и следующий раз когда я уже мне надо было свежая тоже здесь вот такая вот кисточка небольшой небольшой не большинкой такая какая даже не знаю вроде не силиконовая я опять пошла в белиту и приобрела кстати мне опять уже надо надо свежая тушь мне так утром еще бывает но не каждый день говорить не буду что я прямо вот каждый день встаю и все и начинаю заниматься своим лицом я наношу патчи ну вот когда мне никуда не надо идти я так вот расслабленная и свободная я тогда могу нанести себе патчи после того как я умоюсь ну конечно до макияжа вот такие вот у меня патчи это тоже на алиэкспресс заказывала вот нормальные но я бы не сказала что они прямо ну ах ну ах почему-то я всегда от патчи жду чего-то вот что подходила в них и прямо снял и ни одной морщинки нет нет такого такого нет если я нахожусь дома то помаду я не наношу это я конечно для видео с губами с помадой и тем более мне сегодня надо идти по делам а так я пользуюсь вот такими блесками этот faberlic блеск такой есть еще там разные у меня просто наношу на губы для того чтобы они более ну был немножечко цвет и смягчались не пересыхали это когда если ничего нет на губах то и почему-то хочется почему-то все время полизать сегодня кстати у меня помада от faberlic последнее время у меня все помады от faberlic хотя раньше от эйвен эйвен у меня был или французские фредерик м вот такая вот у меня помадка сегодня тут остатки у меня их много просто я иногда вот так вот нахожу два когда покупаю все это первое время это моя любимая потом проходит время покупаешь другую это уже уходит и вот сейчас посмотрела думаю чем-то мне губы накрасить и она номер сорок пять девяносто девять по моему до сорок пять девяносто девять не знаю если они еще в каталоге потому что вот вы иногда меня спрашиваете а чем у вас накрашены губы я могу вам сказать но дело в том что бывает эти серии уже давно ушли просто и когда много помад их они не скрашиваются бывает если вот как люди покупают себе одно-две и все время ими пользуются так что же у меня тут еще осталось что же у меня тут осталось но пришел вечер я пошла умылась а ум и умываюсь я сейчас пенкой алоэ вера от фаберлик и конечно наношу вечерний ночной крем а ночной крем у меня вот такой вот у меня правда девочки спросили а почему я плюс сорок пять заказала не плюс пятьдесят пять вы знаете не знаю вот как-то раньше когда я только познакомилась с эйвен мне больше всего нравился крем 24 карата золота и он был именно в такой вот баночки в золотистой и я первое время все время им пользовалась и да тогда мне было 45 но с пора конечно я изменилась но вот когда я открыла мне посмотри посмотрела что вот такой вот крем и как-то вот восстанавливающий мне мне его захотелось тут у меня тоже уже пол баночки и вот я его заказала конечно и дневной и ночной но так как у меня есть сыворотка была сыворотка то утром я наносила сыворотку а уже вечером наносила вот этот вот крем и и естественно если мы вечером ухаживаем за своим лицом то надо ухаживать и за своими руками и у меня осталось чуть-чуть кремика который я привезла с египта и очень хочу в египет правда мне вот желтой крышечкой мне понравился больше аромат я даже когда вот вечером нанесу на кожу на на шею на руки и ложусь спать то я очень долго ощущала этот аромат этот аромат более нежный более слабый я не знаю что тут за аромат с какими тут добавками прочесть я ничего не могу если кто-то знает напишите вот а еще у меня есть вот такой вот с лавандой я его с турции привезла это тут написано для лица для рук для ног для тела для всего короче но если для всего значит значит не для лица это точно и я тоже вот он мне нравится что он легкий этот крем вот можно душ принять и нанести на все тело он не липкий потом одеваешь ночную сорочку и она не прилипает не прилипает к телу поэтому вот этот крем я наношу и на руки и на ноги и на шею и на тело в общем везде везде где только можно вот ну и все вот так у меня проходит мой денек вот с такими вот косметическими средствами я не часто их меняю покупаю пользуюсь выбрасываю баночки покупаю новое никогда не покупаю ничего в запас нет у меня никаких залежей ну просто сейчас косметики очень много и бывает так что вот хочется это попробовать или это попробовать ну а наставлять просто чтоб стояла эта косметика и портилась мне совершенно не хочется все покупаю за свои деньги девочки никто мне на обзоры ничего не присылает один раз или два мне наверное прислали с алиэкспресс это когда аришка со мной жила она там списалась продавцом и он прислал на обзор но он прислал для целлюлита от целлюлита от удаления волос и еще какую-то сыворотку то что в принципе мы лично ему надо было это отрекламировать а мне эти вещи совершенно не нужны вот как ни странно мне лет немало но целлюлита у меня нет потому что я никогда не была толстой и никогда вот так вот не могу сказать что я толстела потом я худела и у меня как бы то кожа гладкая поэтому я а волосы удалять на руках там на ногах то мне честно говоря больше нравится станок я покупала правда как-то от эйвана эти средства они очень хорошие замечательные наносишь потом такой лопаточкой это все удаляешь кожа кожа гладенькая как у младенца но это тоже стоит огромные деньги они не дешевые эти средства а так каждый раз когда принимаешь ванну или душ станочком на нанес гель станочком и тоже тоже гладенько это же очень хорошо так учитесь экономить девочки как говорят на себе нельзя экономить но если если надо то можно вот и все мои дорогие вот такая вот у меня косметика была в прошлом весь прошлый месяц